Анастасия Лаврина Однако мир будет возможен только после того, как официальная власть в Афганистане сменится. Возможно ли это и как на это реагируют страны Центральной Азии? В то же время и Российская Федерация, которая может выступить своего рода гарантом безопасности и стабильности некоторых стран Центральной Азии. Тем мы будем обсуждать в деталях с нашими специальными гостями. Сейчас на связи у нас Мурат Садахзаде, специалист по Ближнему Востоку, международник, а также Александр Савин, директор фонда мониторинга и прогнозирования, главный редактор геополитика РУ. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Савин, позвольте начать дискуссию с вас. Во всяком случае, я бы хотела оттолкнуться от недавнего интервью, где представитель Талибан заявил, что они как бы не против мира, не хотят монополизировать власть, но при этом разговаривать будут только с новой властью Афганистана. Возможно ли это, что происходит вообще и какие силы сегодня руководят процессом в этой стране, на ваш взгляд? Дело в том, что Талибан не является однородной организацией. Есть так называемая Старая Гвардия, которая начала процесс сопротивления американской оккупации еще 20 лет назад. Есть молодые полевые командиры, которые имеют другую точку зрения на урегулирование. Они не хотят вести переговорный процесс. По многим причинам, потому что нынешнюю легитимную власть они считают коллаборационистами, поэтому очень сложно договариваться. Более того, Талибан сама по себе это такая довольно жесткая тоталитарная структура. Они не признают какие-то компромиссы и обычно, как показывает опыт, пытаются решать все вопросы силой. Конечно, сама ситуация парадоксальная, потому что в России, например, Талибан считается террористической организацией, но тем не менее мы проводили переговоры с ними. Поэтому это дает некий повод усомниться, как можно допускать террористическую организацию в ведении мирных переговоров и самому политическому процессу. Естественно, что будут попытки вмешательства других сил, например, со стороны ряда государств Персидского залива, которые оказывали поддержку в переговорах. США не упустят возможность как-то повлиять на ситуацию, которую они, к сожалению, за 20 лет не смогли никак разрешить. Поэтому я вижу, что кризис будет довольно длительным и его будет очень сложно разрешить, по крайней мере в ближайшее время. Господин Садык-Зады, согласны ли вы с сомнением, что встреча господина Лаврова с представителями движения Талибан, который состоялся на территории Российской Федерации, к сожалению, не принесла ожидаемых результатов? Ну, скажем так, я частично с этим согласен, потому что, с одной стороны, России все-таки удалось более-менее договориться о том, что, скажем так, окей, если вы захватываете определенные части внутри афганского государства, захватываете новые территории, то есть устанавливаете над ними контроль, тогда мы как бы закрываем глаза, но с учетом на то, что дальше вы не будете выходить, потому что дальше, если идеология, скажем так, Талибану будет распространяться, то она начнет переходить в страну Центральной Азии, которая и так во многом нестабильна. Мне кажется, это она уже переходит, ситуация в страну Центральной Азии каким-то образом. Ну, пока она не переходит, пока мы видим только так называемых беженцев, которые представляют не основной народ Куштун, а другие, такие как хазарицы, таджики, узбеки и другие народности малые, которые просто переходят границу, потому что им не совсем нравится жить под руководством талибов в рамках правил шариата. То есть прямого на самом деле сейчас воздействия мы не видим, потому что талибан все еще пытается устаканить ситуацию внутри страны и захватить больше, как можно контролировать больше частей внутри страны. То есть пока у них нет достаточно сил и возможности выходить уже за пределы. Но, конечно, сама идеология того, что если будет создан так называемый Исламский Эмират, Афганистан, это будут привлекательные идеи для, скажем так, спящих печеек исламистов по всей Центральной Азии и не только. Господин Савин, вы сказали, в частности, что есть разделение, есть более взрослое поколение, представляющее движение Талибан, есть молодые умы, которые практически переживали именно это противостояние, это войну, это присутствие иностранных войск на территории. Говорит ли это о том, что в возможных переговорных процессах необходимо выработать две стратегии? Одна для переговоров с более взрослым населением, другая с молодыми, горячими умами, которые, возможно, думают совсем о другом развитии сценария событий. Дело в том, что мы не знаем, насколько много фракций сейчас существует в Талибане, в афганском Талибане. Есть пакистанская фракция, которая тоже ведет себя автономно, хотя они находят убежище именно на территории Афганистана. Поэтому ситуация очень сложная. Естественно, выбирают старейшин по принципу Пуштун-Вали, их этического кодекса, и эти старейшины представляют сам Талибан и идею Афганского Эмирата на переговорах. Но, тем не менее, нужно учитывать, что помимо даже Талибана там существуют еще другие террористические организации, которые тоже опасны. И это надо как-то воспринимать на очень серьезном уровне. Кроме того, сама ситуация, если будет ухудшаться, она, конечно же, будет влиять на региональную безопасность. И на соседний Пакистан, и на Иран, где, например, есть сепаратическое движение Белуджи, и на те же Узбекистан и Таджикистан, где тоже есть террористические организации, хоть они не так активны, как, например, в других странах. Господин Садакзаде, вообще-то вот о роли России в обеспечении стабильности борьбы с терроризмом на границе с Афганистаном говорилось очень многое. С самого начала Россия сказала, что вводить миротворцев или вводить свои силы на территории Афганистана не планируется. Но при этом Россия может выступить в поддержку некоторых стран, в первую очередь Таджикистана, для того, чтобы обеспечить стабильность. Более того, совместные учения на территории Таджикистана для обеспечения стабильности на границе, масштабные военные учения, они уже реализуются. Это своего рода сигнал для талибов, чтобы не было попыток перенести конфликт на соседние страны. Как вот сейчас эту ситуацию видят в России и насколько наличие, присутствие России в некоторых странах Центральной Азии может утихомирить или каким-то образом остудить пыл талибан в направлении эскалации? Смотрите, стоит отметить, что на самом деле Российская Федерация и ее вооруженные силы очень давно занимаются охраной границ центрально-азиатских стран, особенно в тех территориях, которые соприкасаются с Афганистаном. Опять же, тот же самый Таджикистан, о котором мы упоминали. Российская Федерация не в первый год занимается обеспечением безопасности границ. И уже давно, практически с момента обретения независимости от Таджикистана, Россия поддерживает эту страну в военном плане. Что касается некоторого сигнала, опять же, как отметил предыдущий спикер, господин Савин, действительно есть очень большая раздробленность, такая даже некоторая биполярность внутри Талибана, того же самого Афганского. Почему? Потому что, если так посмотреть, то Талибан уже как таково существует больше 40 лет практически. И если отметить такой момент, что даже за период, когда страна находилась под так называемой оккупацией союзных сил в лице Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и других государств, то уже произошла смена идеи. Кроме того, появились различные террористические организации, потому что нестабильность в Афганистане продолжается уже давным-давно. И это влияет негативно на молодое поколение, которое становится все более радикально и радикально. То есть, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, получается, Российская Федерация договаривается с одним крылом более умеренных талибов, скажем так, разграничивая красную линию, что можно делать, что нельзя делать, и как мы будем договариваться. А вот это военное учение, которое совместно с Афганистаном и Узбекистаном, они направлены для того, чтобы показать тем, кто понимает на языке силы, что если что, мы готовы применить силу. Но говорить о как-то таком силовом вмешательстве, миротворствах российских в Афганистане не приходится. Я не думаю, что Российская Федерация пойдет на тот шаг, который, в принципе, уже в свое время пошел Советский Союз, потом Америка. К сожалению, Афганистан очень сложная территория, и еще не все истории. Очень многие страны, еще глобальные акты, скажем так, 19-го века, 18-го века пытались как-то войти в эту территорию, как-то устаканить и привести свою идеологию или свои режимы. Но у них это не получалось, поэтому Афганистан это, скажем так, не самое лучшее место, куда стоило бы заходить. И Российская Федерация все это прекрасно понимает. Господин Садок, задаю еще один вопрос к вам. В частности, некоторые эксперты утверждают, что пример, как ситуация развивалась в Сирии, где был создан Астанинский процесс, в котором принимали активное участие Иран, Россия, Турция, каким-то образом повлиял на развитие обстоятельств. Разумеется, на сегодняшний день это не та Сирия, которая была даже 3 или 4 года назад. То есть, Астанинский процесс дал свои положительные результаты. И здесь, в ситуации с Афганистаном, это же не только Россия, которая должна брать на себя роль миротворца или же гаранта стабильности и безопасности. Многие отвечают важную роль Турции, важную роль Ирана, важную роль Пакистана, то есть стран, которые могут выработать процесс, совместный подход. Но если выделить, допустим, Турцию и Россию, Турция, у которой до сих пор находятся представители военной отрасли именно на территории Афганистана, конечно же, это не нравится талибам. Они говорят, что мы ни за что не позволим Турции ввести какие-то новые войска на территорию Афганистана, но при этом у Турции есть свое влияние. И Турция и Россия, возможно, могут выстроить дипломатию отношений для обеспечения стабильности и безопасности вокруг этого региона. Видите ли вы в этом перспективы? Если да, то какие именно? Ну, смотрите, я очень часто слышу историю про то, чтобы создание некого формата астанинской тройки с включением Ирана, еще говорят, так называемую даже астанинскую четверку или не астанинскую, просто квартет, да, потому что Китай, о котором мы, к сожалению, не упоминаем, но Китай имеет очень большие интересы в регионе. Не, абсолютно, Китай очень заинтересован иметь свои силы в Афганистане, это они изначально, даже обсуждался вариант, что Китай именно может ввести своих миротворцев в Афганистан. Вот, вот эта история гораздо реалистичнее. Что касается астанинского формата и почему он не может быть реализован на территории Афганистана, давайте так посмотрим. Если мы возьмем пример Сирии, то там были три стороны, три гаранта, которые обеспечили определенные силы, то есть они представляли часть оппозиции, часть властей и часть что-то между властями и оппозицией. То есть если мы смотрим российскую сторону, она за легитимное правительство, скажем так, Иран представлял какие-то иранские интересы, то есть структуры на территории Сирии, элиты, которые были больше проиранские. И турецкая республика, она поддерживала так называемую, скажем так, для официальных властей оппозицию или ту часть населения, которая не совсем была довольна действующим властям. То есть получается, что три актора, они поддерживали разные части населения Сирии, разные части граждан и таким образом договаривались. Давайте мы посмотрим на Афганистан. Есть кто-либо из гарантов, который может заручиться за, скажем так, талибов и представлять их? Если мы говорим о Турции, то буквально недавно видели такую фекцию у талиба о том, что в случае, если турецкие войска останутся на территории Афганистана после выда международных коалиционных сел, то талибан будет признавать их как оккупантами, потому что они будут защищать, насколько я помню, территорию аэропорта в Кабуле. Они считали оккупантами. Смотрим на Россию. В России талибан является запрещенной организацией. Мы все равно на них смотрим как на, скажем так, радикальные деструктивные элементы. Мы можем представлять талибан? Мы не можем. А кто может? Единственное, на сегодняшний день более-менее развитые взаимоотношения это у Пакистана, потому что у различных разведывательных служб, служб национальной безопасности Пакистана за долгое время конфликта выработались определенные, скажем так, рычаги влияния. Но, опять же, поколение поменялось, и кроме поколения там очень много, опять же, различных фракций, которые не все подконтрольны. Даже внутри талибана нет какого-то централизованного видения. Соответственно, как мы можем реализовать остатистский формат, если некому представлять талибан? Вот, это раз. А то, что мы про Китай говорили, Китай действительно в этом заинтересован, и во многом он пытается все это сделать через Пакистан. Потому что для, скажем так, Пакистана важна стабильность, потому что все экономические проекты, они могут быть созданы только при благоприятных политических, там, каких-то геополитических условиях. А пока полыхает Афганистан, это выгодно американцам, потому что здесь страдают экономические проекты Китая. Вот, поэтому, скорее всего, какое-то решительное действие могут предпринять именно китайцы, которые вполне возможно, что войдут как экономические, так и, конечно же, политические, через различные военные компании, там, и миротворцев вполне возможно. Но время покажет, скажем так. Господин Савин, хотелось бы заслушать и ваше мнение по этому вопросу, в частности, как вы видите, какие международные игроки, возможно, Турция, Россия или же некоторые страны Центральной Азии могут выступить в роли коалиции для обеспечения стабильности в регионе? Обязательно ли, на ваш взгляд, чтобы какая-то из сторон представляла, скажем, талибов, а другая из сторон официальная власть в Афганистане? Потому что, на мой взгляд, что действительно выпускается из внимания, это то, что все возможные встречи и переговоры, они проходят без отсутствия двух сторон одновременно. То есть, будучи талибы, они приезжают в Россию, но там нет представителей от официальной власти Афганистана. Если ведутся переговоры с Афганистаном, то на этих переговорах отсутствуют сами талибы. Та же ошибка была, на мой взгляд, и со стороны США, когда был подписан договор где-то год назад с представителями Талибана, на которых отсутствовали представители официальной власти Афганистана. Как этот момент, вы считаете, необходимо урегулировать и, возвращаясь к главному вопросу, какие международные акторы могут здесь поспособствовать? Ну, конечно, представители официальной власти должны быть, и должны быть какие-то ключевые игры, хотя раньше в той же ДОХе были представители, собственно, от Кабула на переговорах с талибами. Они не всегда отсутствовали, были такие случаи. Естественно, все государства региона, которые окружают Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, безусловно, Пакистан, Иран, они должны быть участниками переговорного процесса, потому что они окружают Афганистан, Россию. Я бы, конечно, исключал страны Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, потому что они ничего не добились за 20 лет этого хаоса, который они сами же во многом и устроили в Афганистане. Можно, конечно, подключать и другие государства, но опять нужно понимать, какая будет позиция Талибана и правительства Афганистана по этому вопросу. Но, в принципе, даже с разными фракциями Талибана, я думаю, можно найти какие-то точки соприкосновения. Это вопрос в преференциях. Например, когда из Таджикистана тянули линии электропередач, то талибы просто их взрывали и говорили официальным властям, что раз вы нам не платите за это, за то, что они ставят на нашей земле эти линии, тогда мы будем их просто взрывать. Поэтому, если так вычислить, если промониторить, если договориться со всеми лидерами, дать им определенные гарантии, преференции, то, в принципе, можно всех их включить в рамки переговорного процесса по разным вопросам, но нужно понимать их интересы. Их интересы, и, конечно, нужно понимать их ценностные ориентиры в первую очередь. Позвольте еще один вопрос к вам, в частности, говоря о преференциях, приоритетах и о возможных переговорах между талибами и официальной властью в Афганистане. Ведь, учитывая новую реальность, новые захваченные районы в Афганистане, говорить о том, что уже обговаривалось, нелогично. Разумеется, у талибов сейчас растет аппетит, и они хотят какие-то новые бенефиции для себя. Что, на ваш взгляд, может заинтересовать как первую, так и вторую сторону, чтобы в этой стране воцарился мир? Они, конечно, захватывают новые участки, но, тем не менее, и действия правительственных войск в последнее время тоже эффективны. Они наносят удары по оппозициям боевиков. Более того, конечно, нужно обратить внимание на тот факт, откуда берут оружие и боеприпасы все фракции талибана. Страна-то, она блокирована, у них нет выхода к морю, то есть они нуждаются в какой-то контрабанде, в получении новых, скажем, видов вооружений, даже если брать стрелковое оружие и боеприпасы, потому что они не бесконечны. Соответственно, нужно заниматься таким поиском источников, которые подпитывают боеспособность талибана для того, чтобы их ограничить. Если будут созданы такие условия, и талибан почувствует, так скажем, свою уязвимость, то они, естественно, будут более разговорчивы и пойдут на сближение, на переговоры. У них просто не будет выхода. Господин Садык-Задай, вот еще один важный вопрос, который волновал многих экспертов, когда ситуация стала ухудшаться в этой стране, это то, что радикально настроенные движения могут перекинуться на страны Центральной Азии. В частности, в некоторых уголках могут вспыхнуть именно такие движения. Какова опасность, вероятность этого сценария на сегодняшний день? Потому что, с одной стороны, да, Россия, Таджикистан, Узбекистан могут проводить совместные учения, но если это будет развиваться по сценарию укрепления радикальных движений или же каких-то террористических группировок, то это может создать дополнительные существенные трудности. К большому сожалению, это так и будет, что рост исламизма, он будет наблюдаться, и это будет, это невозможно будет прекратить. Давайте мы просто посмотрим на различные кейсы, связанные с другими радикальными движениями, опять же, если возьмем радикальные исламские движения. Самым умеренным из них являются братья-мусульмане, которые тоже запрещены в Российской Федерации. Но вы посмотрите, даже самое умеренное их крыло, они практически запрещены во многих арабских странах. Они угрожают стабильности государства, идут подрывную деструктивную деятельность. Почему? Потому что итогом у любого исламистского движения, именно с некоторыми радикальными наклонами, создание единого халипата. Если мы углубимся немножко в историю развития радикального ислама, то цель одна конечная – экспансия. Что происходит? Когда начинают пресекать, скажем так, вот возьмем исламское государство, Ирак и Леван, ИГИЛ, которые в свое время начали благодаря поддержке ВКС Российской Федерации, Сирийского государства, Турции с одной стороны, Ирана с другой стороны, еще международной коалиции, начали сжимать. То есть перестало расти в объемах каких-либо поступлений по вооружению, перекрыли все экономические коридоры, чтобы что-то передавалось. И он начал потихонечку угасать. Но вся основная цель была в том, чтобы расшириться. Потому что если они не расширяются, то как таковая организация или движение начинает затухать. То же самое будет с талибами. Долго время пытались как-то законсервировать, пытались сделать таким образом, чтобы их, скажем так, исключить вообще из карты сегодняшней политической, как в Афганистане, так и в целом по миру. Но к чему это привело? Потому что, во-первых, американцы с этим не справились. И во многом даже иногда потакали этому. Возвращаясь к предыдущим моментам, почему не участвовали практически в ДОХе представители государства, то потому что талибы в первую очередь сказали, что зачем нам говорить с официальными властями, если они ничего не решают. Если все решаете за них вы. Поэтому, кстати, не было участия. Их идея в чем? Вот они сейчас, допустим, возьмут тут контроль большую часть Афганистана, уже порядка 80%. Дальше им нужно расти. А как они будут расти? Им нужны будут какие-то, так скажем, пожертвования из различных государств, те же самые страны Персидского залива, арабские монархи. Или не совсем страны, я буду более политкорректным и скажу, сочувствующие люди в талибанском мире, которые будут их поддерживать. Которые будут какие-то западные силы, которые будут не совсем довольны сложившейся обстановкой, будут вливать еще больше молодое крыло талибана, чтобы оно росло. И понимаете, если это же вкладывается в такую некоторую политику западную, как Россия, потому что Афганистан находится в таком геополитическом моменте, что если там будет хаос, он будет влиять на двух основных соперников западного мира, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, это против России и Китая. Будет распространяться по Кыргызстану, по Таджикистану, потому что мы сегодня видим, что иногда бывают такие проблемы, когда есть спящие ячейки исланистов. В этих же странах, тот же самый Казахстан. Как бы страны не вели свою политику, пытались с этим бороться, к большому сожалению, мир находится в некоторой волатильности, как с политической точки зрения, как с экономической. И для большинства населения, которые попадают под эти пропагандистские машины от радикальных исланистов, они начинают сопереживать и сочувствовать. И тут получается, сейчас издается под боком исламское государство, которое всеми пропагандистскими способами будет говориться, что это общество справедливости, это так, как праведные халифы жили, как пророк Мухаммед жил. Это симпатизирует все больше и больше, и, соответственно, это будет распространяться. Как бы с этим не получится просто так бороться. Для этого нужно будет усиливать именно военные воздействия, потому что, к сожалению, эти люди в основном понимают только силу. В военные воздействия, например, стало известно, что совсем недавно США нанесли новые удары в Афганистане для поддержки сил безопасности. Но вот даже когда прошла новость о том, что США начинают вывод своих войск, который должен завершиться к концу лета, в частности, даже быстрее намеченных заранее сроков, именно утверждалось то, что и в дальнейшем США продолжат мониторить ситуацию. Тогда отмечалось, что мониторить ситуацию в такой горячей точке, как Афганистан, будет просто очень трудно и практически невозможно. Так получается, чем же уже, когда завершится вывод американских войск из этой страны, США или же другие страны могут дистанционно посодействовать становлению мира или хотя бы прекращению боевых действий? Возможно вообще такое? Это ко мне вопрос? Да-да-да, это к вам. Продолжаем с вами дискуссию. Смотрите, Анастасия, на самом деле, вот я буквально недавно, как вы знаете, я очень много занимаюсь Ближним Востоком, и в последние дни президентства Трампа и в начало срока, скажем, более уже ста дней прошло Джо Байдена, я замечаю, и некоторые коллеги соглашаются с этим, что происходит некоторая трансформация и тактика американской политики вообще в регионе. Они все чаще-чаще уводят регулярные войска, какие-то коалиционные силы и оставляют частные, ну то есть идет переход к использованию частных военных компаний. Давайте возьмем Сирию, да, пример Сирии. Здесь сейчас, по сути, находятся американские войска. Они охраняют те места, которые богаты нефтью, на которых в основном расположены, скажем так, курдские кантоны. Курды добивают нефть, но туда никто не может зайти, из сирийского правительства, ну то есть из правительственных войск или из других, потому что охраняются частными военными компаниями Соединенных Штатов Америки. Что происходит? Для электората внутреннего Америка, как и хотела, как и обещала своему электорату, она выводит войска. Но при этом она тратит силы частных военных компаний, за которые она не несет ответственности перед избирателями, но при этом она получает прибыль, потому что американские компании покупают эту нефть. Теперь посмотрим, что будет в Афганистане. Конечно, будет мониторинг, потому что есть очень много историй, рассказов и документальных таких-то моментов, которые показывают, что есть интересы у некоторых, скажем так, представителей элиты Соединенных Штатов Америки и Запада в целом. Но в таких делах, скажем так, опиум, то есть наркотракт, они имеют какой-то контроль, не то что манипуляция, но имеют какое-то воздействие. Скорее всего, будет разработана такая же система, когда регулярные войска выйдут, вернутся ЧВК и будут охранять какие-то вот именно локальные маленькие точки, которые интересны и выгодны экономически для Соединенных Штатов Америки. Все, что им будет интересно, они будут контролировать. И такая история начинает развиваться абсолютно по всему Ближнему и Среднему Востоку. Если мы обратим, но это на мой взгляд так. Может, я, конечно, ошибаюсь, но я думаю, что время покажет. И в целом вот такой тренд есть. Господин Савин, опять-таки, возвращаясь к теме процессов в регионе. В частности, многие отмечают, что экономика все-таки может сыграть свою, может, не ключевую, но одну из важных ролей. Мы затронули интересы Китая, которые заинтересованы увеличивать, наращивать свое присутствие как экономическое, так и геополитическое в регионе. И будь то движение «Талибан» или же официальная власть в Афганистане, все заинтересованы в экономических бенефициях. И поэтому кто-то отмечает, что, возможно, запуск каких-то экономических проектов может спасти эту страну от напряженного хаоса, в которой она, к сожалению, стремительным шагом погружается на сегодняшний день. Есть ли в этом направлении перспективы? Возможно ли, что одну из ведущих ролей может сыграть тот же самый Китай? И возможно ли, что силы все-таки решат умерить свое стремление к войне, если увидят какие-то экономические перспективы для всей страны, ну и для себя по отдельности? Ну вот на недавнем ташкентском мероприятии было подписано соглашение, опять же, со стороны представителей официального Афганистана, Узбекистана, Пакистана и Туркмении на необходимости создания транспортного коридора, который, естественно, будет подключен к китайской инициативе «Пояс и путь». И наш министр Сергей Лавров тоже высказал, что Россия готова принимать участие на всех уровнях подобных интеграционных проектов региона. И коридор северо-юг, можно вспомнить Ашхабадское соглашение, которое заключено между Ираном, Туркменистаном, Узбекистаном и Оманом, например, к которому присоединились потом другие государства. Естественно, что такие экономические коридоры, анклавы, свободные зоны, они создают некую возможность для политической и экономической благосостоятельности тех регионов. Но вопрос, опять же, заключается в том, как сами пуштуны и талибан воспринимают подобные проекты. Потому что те же пуштуны, например, на северо-западе Пакистана за многие годы просто отрицали возможность экономического развития. Они считали, что это разрушает их традиционное мировоззрение, традиционный уклад. И было очень трудно реализовать даже создание каких-то автомагистралей. Хотя сейчас там дороги прекрасные. Я сам был неоднократно в провинции Хабер-Пахтулба на границе с Афганистаном и вижу, что там, в общем-то, инфраструктура довольно хорошая. Поэтому, опять же, нужно делать запрос на такие проекты, прочитывать то, что хотят сами талибы, учитывая их менталитет. И очень аккуратно тогда уже реализовывать, учитывать все возможности всех сторон. Ну и Китай, как крупнейший спонсор, как крупнейший донор таких проектов, я думаю, будет сильно заинтересован для того, чтобы установить какую-то стабильность в Афганистане, использовать ее как некую транзитную территорию для своих проектов и в будущем, возможно, развивать там какую-то промышленность. Спасибо. Всего вам доброго и до скорой встречи.